Начну утверждать свою веру в своем духе. Аминь. Понимаешь, начни говорить. В писании притча написано «Смерть и жизнь во власти языка». Вспомни в своей жизни раньше, как твой язык что с тобой делал. Язык мой враг мой. Вот так было. Сейчас Господь говорит «Язык твой, друг твой». Аминь. Скажи, язык мой, друг мой. Вот. Но когда некоторые из вас приходят, и только дошли, и сразу «Нет, нет, нет, я только на месте». «Нет, нет, нет, я только на месте». «Нет, нет, нет, я вот столько вот». Слушай, дорогой, ты станешь результатом того, что ты исполнился. Заранее обрекаешь себя по-настоящему всю Россию. А потом жалуешься, и ходишь, и плачешь. Какие все плохие вокруг. А когда на самом деле твое исповедание было неправильно. За здоровье. Начни говорить об этом. Говори постоянно об этом. Не позволяй дьяволу. Не позволяй быть в обухе. Не позволяй миру и плоте загостить твое мерзновение, которое тебе дал Бог. Понимаешь? Если мы можем, почему ты не можешь? Чем ты хуже нас? Ты такой. Скажи, я такой. Еще громче. Аминь. Третье. Что она говорила? Она говорила быстро. Борис, в конце предложения. Она говорит, не если бы не если бы прикоснуть. Чем ты не думаешь? Третье правило. Почни говорить позитивно. Аминь. Начни говорить позитивно. Понимаешь? А не так. Что? Вот я в программе. 18 месяцев. А потом что? А потом что со мной будет? А-а-а-а. Что это? Позитивное, что ли? Исповедание? Тебе нужно положить. Тебе нужно позитивное исповедание. Аминь. Тебе нужно позитивное видение. Бог никогда не благословит негативное видение, брат. Бог благословит позитивное видение. Аминь. Скажи, я буду свободным. Я выздоровею. У меня в семье все будет нормально. В жизни никакая тварь. Никакой наркоман. Никакой алкоголик. Никакой какой-нибудь там вот такой вот. На шарнирах. Он никогда мне ничего не скажет. Это я ему буду преподавать. А не он мне. Понимаете? Это мы будем им преподавать. Нам Бог избрал. Тебя Бог избрал. И сзади написано. Понимаете? Начни говорить позитивно. Я исцелюсь. Я буду свободным. Сейчас пройду всю программу. Я буду послушать за лидеров. Мне будет трудно, но я буду двигаться. Я не буду сдаваться. У меня в жизни будет все нормально. Потому что Бог за мной. Скажи, потому что Бог за мной. Молимат. Начни говорить позитивно. Аминь. Четвертое. Итак, поговорим. Первое. Узнай, как это достигают другие. Иисус приносит твою жизнь и знание Бога. Второе. Начни говорить об этом применительно к себе. Развивай и укрепляй свою веру. Иисус. Он меняет наше отношение к самим себе. Иисус. Нам меняет наше отношение к Богу. Третье. Говори позитивно. Что это значит? Пушай внимательно. Иисус. Он приносит в нашу жизнь настроение Бога. Аминь. Потому что Бог, мы всегда настроим позитивно. Он не смотрит на тебя, как на последнего безнадежного грешника. Он смотрит на тебя, как на чадо Божье. Он смотрит на тебя, как на воина Божьего. Аминь. Он смотрит на тебя, как на лидера. Аминь. Понимаю. Он смотрит на тебя, как на человека, через которого он будет делать великие дела. Аминь. Понимаю. А не так, как ты на себя смотришь. Ой, я такой бедный человек. Ой, у меня не получится пройти программу. Ой, я живу за Богом славы. Иисус приносит в нашу жизнь настроение Бога. Аминь. Четвертое. С ответственным сознанием. Попасть настижимую цель. Эта женщина сказала, если хотя к одежде Ему прикоснуть, то быстро. Понимаю. Ее болезнь, ее состояние не позволяли. И она боялась. Понимаю. Потому что если бы вот эта толпа, которая была в Москве вместе с Иисусом, а потом Бог Иисуса, если бы эти люди узнали, что она нечистая, они могли ее побить прямо там камнями, потому что она прикасалась к ним, поймать, что ты сюда пришла. И она знала, что ей нужно прикоснуться, но она поставила себе цель. Да, я не могу прикоснуться к нему, но я прикоснусь к нему одежде. Поставь достижимую цель. Поставь достижимую цель. Если тебе сегодня не хватает на 18 месяцев, скажи, насколько тебе хватает. Понимаю. Поставь достижимую цель. Потом у нас очень часто так было. Парни приходят, говорят, знаешь, ну вот честно говорю, вот я сейчас, я вот, у меня сил, я вот думаю, вот я говорю, ладно, хорошо. Понимаешь. Но когда ты приходишь и говоришь, я пришел, вот я точно да, я поставил цель, хотя бы месяц, там дальше посмотрим. Я говорю, ладно, хорошо. Но потом, через неделю ты встаешься. А? Колпни его в бок и скажи, так или нет? А, брат, поставь достижимую цель и достигни ее. И когда многие парни, которые так делали, в конце, они говорят, знаешь, теперь у меня хватает веры, еще три месяца пройти. Я говорю, аллилуйя, потому что ты достиг этой цели. Ты достиг того, той цели, которую ты поставил. И Бог тебе даст силы дальше идти. Понимаешь? Ты учишься ходить с Богом. А ты, скажи, я хочу, я учусь ходить с Богом. Я учусь ходить с Богом. Аминь. Эта женщина, она поставила достижимую цель. Слушай, если ты не можешь коснуться Бога, понимаешь? Если ты не можешь коснуться Его чудес, если ты не можешь коснуться Его сверхъестественного, коснись естествой. Если ты не можешь коснуться Божьих чудес, коснись на страданиях, тело Иисуса, сам Иисус, Он был сверхъестественным. Потому что Он отличался от каждого из нас. Он был непорочен. Его плоть, она была чистая и святая. И какого греха написано, написано, у него не было. Понимаешь? Но одежда Его, она была естественной. Такая же, как у тебя и как у меня, брат. Теперь я хочу, чтобы ты слушал меня очень внимательно. Понимаешь? Все сверхъестественные вещи происходят естественным путем. Аминь. Понимаешь? Все сверхъестественные вещи происходят естественным путем. Иисус, Он приносит в нашу жизнь стратегию Бога. Аминь. Стратегия Бога. Все сверхъестественное получается естественным путем. Аминь. Иисус, Он приносит в нашу жизнь стратегию Бога. Аминь. Далее. Пятое. Здесь написано, что она потом подошла сзади. К Иисусу. И прикасывая. Она подошла сзади. Следующий. Обреди ей, как ты будешь достигать поставленной цели. Она подошла сзади. Создать план действий. Напиши это на бумаге конкретно. Понимаешь? Как ты это хочешь? Почему она подошла сзади? Она подошла незаметно. Слушай, внимательно. Слушай, внимательно. Иисус приносит в нашу жизнь тактику Бога. Аминь. Не только стратегия, но и тактика. Тактика Бога. Делать все незаметно. Тактика Бога. Понимаешь скрипность? Аминь. Понимаешь? То, откуда ты вообще не ожидаешь, понимаешь? Приходит в эту чудо. Аминь. То, откуда ты вообще совершенно не ожидаешь, приходит в помощь. Бог, Он приходит в твою жизнь незаметно. Это тактика Бога. Аминь. Стратегия Бога. Все сверхъестественные вещи происходят естественным путем. Ты можешь молиться, ты можешь спаститься, ты можешь читать Писание, ты можешь постучаться на Духу, ты можешь находиться здесь. Браво! Это не сверхъестественно! Это естественно, брат. Но, понимать, как Бог называет этой верой, ты делаешь все вещи, которые ты не можешь. Бог делает вещи, которые ты не можешь делать. Аминь. Это стратегия Бога. Понимаешь? И сейчас мы с вами посмотрели, что? Определи, как ты это будешь делать. Как ты будешь двигаться в программе. Когда тебе трудно, прямо напиши. Я буду подходить к лидерам. Я буду ботиться и молиться. Я буду молять и просить Бога. Я буду кричать Господь. Помоги мне. Я слабый. Господь, пусть твоя сила. Бога, ты дома поможешь мне решить эту проблему. Аминь. Тактика. Каждый. Тактика. Понятно, слышишь? Тактика Бога. Следующая. Здесь написано, что эта женщина, она подошла. Знаешь, движение. Трудная вещь. Трудная вещь. Трудная. Движение. Самое первое. Научи сделать первый шаг. Научи сделать первый шаг, брат. Первый шаг самый трудный. Первый шаг самый трудный, брат. Самое трудное сделать первый шаг. Если ты не можешь кого-то просить, сделай первый шаг. Понимаешь? Если ты не можешь молиться, произнеси сначала. Отче, Отец Наш Небес, Исущий на небесах, понимаешь? Если ты не можешь читать Библию, обзори ее, понял? Если ты не можешь это сделать, сделай первый шаг. Аминь. Самый трудный. Самый трудный первый шаг. Аминь. Иисус, Он всегда делал, понимаешь? Он делал. Он побеждал. Твой Бог должен побеждать Бог. Аминь. Первый шаг самый трудный. Второй сделать легче. Давайте все скажем. Второй сделать легче. Аминь. А третий шаг ты будешь делать по имперции. Потому что если ты первые два шага делал, дальше ты не сможешь остановиться. Ты сделаешь третий шаг, брат. Аминь. Ты уже внимательно. Четвертый шаг. Там тебя уже понесут. Аминь. Ангелы. Аминь. И кто ты понесут? Иисус, Он делал в три шага, когда Он пошел в нашу Есимане. Он сразу после молитвы. Он пошел туда. Понимаешь? Он пошел туда. Потом он вышел на встречу. И люди. Потом он вышел на встречу. Этим милотеем. Понимаешь? Он сделал три шага. Дальше уже его взяли. Солдаты. И понеси. Слушай, внимательно. Тебе нужно научиться делать три шага. Всего лишь три шага, брат. Всего лишь три садьи в программе. Понимаешь? Дидоксикация. Потом суперная программа. И реабилитация. Всего лишь три шага. После 18 месяцев, брат, тебя ангелы будут лезть на крыльях. Понимаешь? Дорогой. Научи сделать три шага. Аминь. Скажи три шага. Три шага. Тебе нужно научиться делать три шага, брат. Аминь. Слушай, внимание на. Иисус приносит в нашу жизнь движение Бога. Аминь. Он как двигатель. Трежит движение Бога. Движение Бога. Аминь. И так до конца. Скажи, так до конца. Итак, каждый день ты делаешь эти шаги. Ты делаешь эти шаги. Ты научись делать три шага. Аминь. 29-й сих прочитаем, здесь написано, и тотчас, и сяк у ней, и сочи крови, и она ощутила тень, что исцелена от болезни, как и ужас, твоя вера, она должна привести к тебе каким-то ощущениям, аминь, ты должен достичь, ты должен почувствовать Бога, ты должен почувствовать исцеление, ты должен почувствовать это, ты должен почувствовать еще не этот проблем, аминь. Седьмой, ощути, почувствуй свою веру, узнай и пойми, самое главное, что произошло с тобой, аминь. Она нам здесь написана, она ощутила, что она исцелена. Седьмой, ощути, почувствуй свою веру, самое главное, узнай и пойми, что же с тобой произошло, для этого тебе поможет Писание, понимаешь, если ты не понимаешь, что со мной произошло, если ты не понимаешь, если ты чувствуешь, что проблема, она решена, но тебе надо понять, что с тобой произошло, посмотри в Писание, дочитай Слово Божия, и Бог тебе скажет, что с тобой произошло, аминь. Иисус приносит в нашу жизнь силу Бога, понимаешь, когда она коснулась, когда она достигла своей цели, она ощутила, понимаешь. Аминь. Сила Бога приносит в нашу жизнь правильные чувства, ты должен достигнуть правильных ощущений, ты должен достигнуть небесных ощущений, невидимое, слушай, внимательно, в твоей жизни должно стать видимым, это вера. Аминь. Ты так и здесь, в то же время Иисус почувствовал сам в себе, что вышла из Него сила, обратился в народе и сказал, кто прикоснулся к моей одежде. Восьмое. Тебе нужно понять, что же произошло с Богом. Тебе надо услышать и ощутить. Перед этим усмотреть. Пойми, что произошло с тобой. Далее. Пойми, что произошло с Богом. Пойми, что произошло с Богом. Пойми, что произошло с Богом.